МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня в нашей программе мы поговорим о покаянии и о исповеди. Что такое покаяние? Исповедь – это маленькая частица покаяния. Покаяние – состояние души, которое гораздо глубже, оно растянуто во времени. Это когда человек задумывается о своей жизни, когда человек хочет изменить свою жизнь, когда он хочет оторваться от прошлого, которое связывает его, которое не дает возможности раскрыть ему крылья. Он понимает, что сам он не может это сделать. Он обращается к Богу, он просит у него помощи. То есть покаяние – это не какой-то самоанализ, разговор самим с собой. Это обращение к личности, к Богу. И в покаянии есть стремление человека изменить свою жизнь, стремление очиститься, стремление наполниться божественной любовью и благодатью, и стремление любящего Бога, который хочет, как говорит Священное Писание, всем грешникам спастись, чтобы грешник не погиб, не умер вечной смертью, а чтобы покаялся и жив был. И это происходит в покаянии. Начинается покаяние с того, что человек вдруг изменился, в нем что-то произошло, какой-то переворот. Для него поступок, грех, к которому он, может быть, привык, он стал противен, он хочет из него вырваться. Если мы прочитаем в Священном Писании притчу о блудном сыне, там очень четко видны вот эти этапы покаяния. Сын говорит отцу, дай мне достойную часть моего имения, и я сам распоряжусь ему. У отца было два сына, и вот одному сыну, который просил часть имения, отец отдает. Сын уходит в страну далечий, и там расточил имение свое живя блудно, как говорит нам Священное Писание, Евангелие от Луки, 13 глава. И вот настал голод в той стране, куда ушел сын, и он ел пищу, которую ели свиньи. И вдруг в нем что-то произошло, в нем что-то изменилось, и он очнулся. Очнулся и сказал, пойду к отцу моему. Столько наемников у отца избыточествует хлебом, и я тоже буду как наемник. То есть здесь видны первые этапы покаяния. Сначала он очнулся, что-то в нем произошло. Вот это прикосновение божественной благодати, в которую человек прозрел. И дальше он прилагает свои усилия, свои силы направляет на то, чтобы вернуться туда, откуда он ушел. Вернусь к отцу моему. И вот он возвращается к отцу. И отец бежит ему навстречу, обнимает его и говорит, дайте ему лучшую одежду, сапоги на ноги его, перстень на руку его по учению святых отцов. Перстень — это дары Святого Духа. И отец принимает сына и говорит, вот сын мой пропадал и нашелся. Он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. То есть здесь мы также видим завершающий этап покаяния, усыновления. Сначала он кается, потом идет, потом он исповедует перед отцом, говорит, я согрешил против неба и пред тобой, уже не достоин называться твоим сыном. И потом усыновление, что отец говорит сыну, это сын мой, он был мертв и ожил. И так же и Господь хочет от каждого из нас покаяния искреннего, покаяния чистого, желание вернуться к нему. И тогда Господь дает нам такие силы, животворящие нас, возрождающие нас к жизни, к духовной жизни, к жизни с Богом. Он вновь прикасается к нашему сердцу, чтобы вечно наполнять его. Но что происходит, когда человек действительно искренне кается? Ему возвращаются дары любви. Он вновь ощущает в себе полноту любви. И любовью мы связаны с Богом, любовью мы живем, и любовью мы познаем этот мир. И если мы грешим, мы теряем этот бесценный дар. И смотрим на мир и на людей совершенно по-другому. Мы уже измеряем в каких-то количественных характерах которые могут нам принести удовольствие, что может этот человек сделать, как к нему относиться. То есть уже совершенно другое отношение, в другом измерении человек начинает жить, когда он грешит. А через покаяние мы вновь возвращаемся к тому образу жизни, образу жизни с Богом, который был задуман Богом о человеке. В Священном Писании есть много примеров покаяния. Один из которых я уже называл, это Евангелие от Луки, притча о блудном сыне. Также в Новом Завете Иоанн Креститель говорит, перед тем, как Христос вышел на проповедь, на свое общественное служение, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. То есть, чтобы войти в Небесное Царствие, нам необходимо покаяние, необходимо пересмотреть свою жизнь, необходимо духовное возрождение. В Ветхом Завете, в одном из псалмов пророка Давида, есть псалом, который также говорит нам о покаянии. Это 50-й псалом. Пророк Давид написал его после того, как он совершил тяжкий грех, но потом раскаялся. Он был пророком, царем, находящимся в зените своей славы. Все, что он бы пожелал, то бы у него было. И так и получилось. Он увидел женщину, которую звали Версави, она была замужем за Урии Хитянином, и он захотел, чтобы она была с ним. И он говорит своему военачальнику Иаву, поставь Урию там, в сражении, где самое жаркое сражение, чтобы он погиб. Была война с аманитянами, и начальник войск Иав исполнил повеление царя, поставил Урию Хитянина, там, где было самое жаркое сражение. Он погиб. Царь Давид взял Версавию к себе, и так бы это преступление осталось безнаказанным, но Господь Бог открыл пророку Нафану это беззаконие. Пророк Нафан приходит к Давиду и говорит ему притчу. У богача было много овец, а у бедняка была одна маленькая овечка. И бедняк ее так любил, она даже ела вместе с ним, спала на его груди, она была ему как дочь. И вот приходит странник к богачу, и богач взял овечку бедняка, чтобы приготовить ее для странника. Давид разгневался и сказал, достоин смерти этот человек. И пророк Нафан ему отвечает, этот человек ты. И тогда царь Давид раскаялся. В нем произошла та глубинная перемена, которая переродила его. И вот та полнота покаяния, тот поэтический дар, которым обладал Давид, излились в псалме, которую знает каждый православный крестьянин. Этот псалм очень часто звучит на богослужении и в утренней молитве христиан. «Помилуй мя Божий, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое». Наипача мы имя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. А многие, может быть, подумают, зачем на исповеди священник. Нельзя ли покаяться, так прийти в церковь и выразить полноту своего покаяния, желание переродиться, изменить свою жизнь, пообещать Богу. Но то Таинство Исповеди, которое установлено в церкви, оно дано нам Христом. Сам Христос основал церковь. И Он сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И Своим ученикам Он заповедал, «Кому оставите грехи, на том они останутся, а кому простите, тому они простятся». И неоднократно в Священном Писании Господь говорит еще до своих страданий и после крестных страданий, по воскресенье, когда Он явился своим ученикам в одной из последних глав Евангелия Таиана. Господь говорит, «Мир вам, якоже послами отец, и аз посылаю вы». И дальше Он, как я уже говорил, сказал ученикам своим, «Им же оставите грехи, оставится им, им же держите держаться». То есть, кому оставите грехи, на том они останутся. Дал власть ученикам своим прощать грехи или оставлять, вязать и решить. И церковь, установленная Христом, и ученики Христовы, то есть священники, те, кто служат церкви, они исполняют повеленное Христом. То есть, то, что повелел Господь, учить и крестить, о чем говорится в 28 главе Евангелия от Матфея, крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, а также и прощать грехи или оставлять грехи. Тем, кто хочет войти в небесное царствие, потому что церковь создана для тех людей, кто уверовал во Христа. Христос в центре, Он спасает, Он дает эту власть. На исповеди именно Он принимает исповедание человека кающегося, грешника, а священник поставлен Христом только как свидетель. И в своей молитве перед исповедью священник говорит именно такие слова, что Я здесь как свидетель. Но Христос невидимо стоит перед тобой, приемля исповедание Твое. Как нам готовиться к исповеди? Очень часто бывает, что человек, который приходит на исповедь, не совсем понимает, что здесь происходит, и не совсем понимает той глубины, той благодати, которая может раскрыться в его сердце. Каждое таинство в церкви это такая милость Божия, в которой благодать очищает человека, и таинственным образом человек соединяется с Богом. И в Таинстве исповеди дается благодать, очищающая человека от пороков, страстей, которые исповедует человек. У него нет своих сил, и он просит у Бога, помоги мне, Господи, и Господь дает ему эти силы. Иногда бывает, человек приходит на исповедь и говорит, допустим, такие слова, всеми грехами грешен. Здесь таинство профанируется, то есть он не говорит свою боль, он не говорит свои грехи, он говорит в целом, как ему кажется было бы правильно, чтобы получить некий билет на причастие. Или другой вариант, когда он говорит осуждаем, обижаем, то есть как бы называя себя на вы. Это тоже неправильно. Или когда он начинает действительно осуждать других на таинстве исповеди и переводит исповедь, исповедание своих грехов в осуждение другого человека, рассказывает истории своей жизни и так далее. И таким таинства тоже не должно быть. Также бывает, что человек говорит какие-то мелкие грехи. Съел шоколадку в воскресный день, или может быть занимался уборкой в воскресный день, что-то постирало там. Это тоже не является теми грехами, которые отделяют нас от Бога и отрывают от вечности. Можно говорить очень долго и много, но не сказать самое главное, как обычно и бывает, к сожалению. Говорить очень много тоже не надо. Всегда нужно помнить слова мотаря, который говорил всего несколько слов, но его покаяние было принято Богом. Боже, милостив, будь мне грешным. Или можно вспомнить разбойника, который висел на кресте, он тоже сказал несколько слов «Помяни меня, Господи, когда приедешь и во царствие Твое». И это покаяние тоже было принято Богом. Но как правило в современной жизни православных мы говорим о чем угодно, но только не о самом главном. Иногда еще бывает мы перечисляем множество грехов, которые написаны в книгах. Допустим, в последней молитве в вечернем правиле, где идет перечисление грехов или может быть мы прочитали книгу Игнатия Принчанинова «В помощь кающемуся» и переписали оттуда названия грехов, какие там изложены. И также мы передаем их на исповеди. Но я хотел бы еще раз напомнить всем вам, тем, кто хочет, действительно искренне каяться, что если мы исповедуем одни и те же грехи и уходим теми же самыми, то это неправильно. В нас что-то не так. Не в Боге, не в таинстве, не в церкви, а в нас что-то не так. Мы должны уходить от аналоя после таинства исповеди окрыленными, преображенными, наполненными божественной любовью и прощением. Готовясь к исповеди, мы также можем прочитать и 10 заповедей, посмотреть по этим заповедям, как мы их соблюдаем.